Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня я расскажу вам про 6 отличных книг от издательства Promopress, которые направлены на конструирование одежды и аксессуаров. Эти книжки охватывают женскую одежду, мужскую одежду, даже детскую одежду. Давайте пойдем по порядку. Начну я со второго тома. И во втором томе у нас представлены нижнее белье, платья и костюмы. Каждая книжка имеет отличные иллюстрации, так что вы можете посмотреть, как что делать. Есть английская система измерения, она в дюймах. Как строить основу, соответственно, здесь все написано на английском. Но если вы понимаете в конструировании, то у вас вообще не возникнет проблем, как что отстраиваться. И после этого идет уже моделирование нашей с вами базы. Приведен технический рисунок. И здесь дано описание, как его смоделировать для того, чтобы получить тот или иной фасон, который здесь разбирается. От достаточно простых до более сложных. Здесь много блузок, много верхних изделий. Рассказывается о том, как устранять дефекты посадки, дефекты кроя, как технологически что-то делать. Строим основу блузы. И после этого от блузы идет разнообразное моделирование. Вообще Антонио Данана это итальянский конструктор, модельер, у кого и своя школа. Но издаются и сотрудничают они именно с испанским домом. Поэтому именно здесь это можно увидеть. В этой же книжке, это второй том, представлены комбинезоны. Притом самые разные, от простых до модельных. Разнообразные платья, как их построить. Здесь тоже все проведено от базовой конструкции, как сделать то или иное изделие. Далее здесь должно быть нижнее белье. Смотрите, более сложные платья. Вечерние. Разные вариации рукавов. Когда мы хотим с вами получить разную форму рукава, вот как это все выглядит в конструкции, как это построить. Здесь тоже одно описание. Очень удобно. И отдельно трикотажное нижнее белье. Для того, чтобы учитывать растяжимость и чтобы была правильная посадка. Вот в этой книжке это все есть. Есть комбинезоны, если кто-то занимается спортивными какими-то вещами. Здесь вам будет отличная подсказка и для слизных купальников, комбинезонов. Все детально разобрано. Даже есть вот небольшой блок для беременных. И мужские костюмы. Строим пиджаки. Тоже базу конструируем. И строим жакеты. Даже есть фраки. Как это все строится, как это все отделывается. И здесь вот смотрите, как что называется. И еще основа технологии тоже приведена. И как делать градацию на разные размеры. То есть такая полноценная школа. Чем хороша эта книжка? Тем, что это не классическая русская школа построения. Не английская. А именно вариация того, что нам предлагает данный автор Антонио. Имеет смысл посмотреть. Я на них слышала только позитивные отзывы о том, как все это садится. Если у вас есть свой опыт работы с методикой данного автора, поделитесь в комментариях. Буду рада очень услышать. Книжка. Третий том. Верхняя одежда. Здесь принцип точно такой же. Все в картинках. Строим базу. И после базы начинаем моделировать. Как снять измерения. Как построить базу. Как делать раскладку. Какие бывают воротники. И здесь все-все-все это рассказано. И много-много разных жакетов женских. Которые вы можете сделать. От простых до ковбойских. Свадебных. Похожих на Шанель. Похожих на классический дом Диор. Вот здесь это все представлено. Бомберы. И так далее. Пальто. Пальтовая группа. Если кому-то интересно, то здесь она тоже разобрана. То есть в книжках они охватывают определенные блоки. Вот она пальтовая часть. И еще есть мужчины тоже. Верхняя одежда. Пальтового ассортимента. Тренчи. Парки. Все-все-все здесь представлено. Как делать коррекцию в случае возникновения каких-либо проблем. Наверное, единственной проблемой данной серии книг, которую я вижу, что в каждом томе они рассказывают и про мужчин, и про женщин. Потому что если вы, например, занимаетесь мужской модой, то вам было бы интересно купить одну мужскую книгу. А здесь получается в каждом томе собраны кусочки по мужской моде. То есть это вот, наверное, минус данной серии. Хотелось бы единый сборник. Но это мода от кутюр. Том по моде от кутюр. Первый, второго я пока еще не видела. Но здесь просто прекрасные модели. И для тех, кто занимается вечерней модой, свадебными платьями, платьями на выпускной, куча идей, куча возможностей построения. Эта книжка станет верным другом и помощником. Я думаю, что насытит идеями, подскажет, как что сделать. Здесь разобраны и лифы, и платья, и членения. Вот много-много-много всего. Я так достаточно общий листаю. Но я думаю, что общее понимание о том, какого рода модели и как это все может смотреться, можно получить. То есть разные интересные вещи. От простых до сложных с различными элементами. Видите, сложный рукав здесь представлен. Детально разобрано, как его делать, плюс макетов, куда крутить. Все они здесь описали, все собрали, все сделали. Накидки женские, верхние какие-то изделия. Даже комбинезоны на выход тоже могут быть. Вот здесь это все представлено. И мужская часть, так же, как и во всех книжках, здесь тоже проведены такие там накидки. И здесь еще дан блок по наколке, который вы можете посмотреть, потому что в платьях, в моде такой более кутюрный, наколка очень часто используется. И здесь это тоже есть. Еще один том. Это том, посвященный детям. Здесь мальчики и девочки. Сначала они рассказывают про деток. Про историю детской моды, про то, какие рисунки используются, какое оборудование. После этого рассказывают о пропорциях детей. Это всегда очень важно. Какая идет пропорция в один год, в пять лет, в десять, в четырнадцать. Она очень сильно меняется. Это важно и для градации, и для того, чтобы вообще грамотно все строить. Как делать градацию на деток. Видите, насколько идет разница и вариативность. И здесь от самых маленьких малышей, то есть от новорожденных до шести месяцев. И далее на взросление идет построение самых разных конструкций. То есть если вы занимаетесь детками, вы здесь найдете и крестильные рубашки, и юбочки, и брючки, и блузочки. Это вот для детей до 12 лет уже следующий блок пошел. Мальчики, девочки, все здесь написано, все рассказано, все показано. То есть полная-полная книжка для тех, кто занимается детской модой и занимается конструированием. Будет полезно конструкторам. И я думаю, что технологи-дизайнеры тоже оценят эту книжку для того, чтобы здесь посмотреть идеи, понять, как это можно сделать, посмотреть, как строится конструкция. Потому что даже если дизайнер не является напрямую конструктором, то посмотрев на чертеж, он должен понимать, а что из этого получается. Вот такой чертеж, а что из этого получается, как это выглядит. Это нужно понимать. И вообще за то, чтобы имели максимально такое всестороннее и общее образование, чтобы человек был всесторонне подкован. Конечно же, сейчас есть специальные сапры, в которых работают конструкторы, и это очень круто, это очень здорово, я это тоже люблю. Но глядя на ту телекалу, ту выкройку, которую мне присылает конструктор, я могу сказать, что там как, может быть, даже что-то увидеть. Ну вот видите, здесь еще костюмный Хэллоуин в конце собраны. Тоже идеи там для принцессок и всего остального здесь присутствует. Полная книжка по детской моде. И пятая книжечка из этой серии. Тоже это Антонио Донана. По ассортименту именно аксессуаров. Сумки, шляпки и так далее. Здесь разбираются качества кожи, как это все производится, какие есть модели обуви, какие есть инструменты. В общем-то, анатомия стопы, как это все делается. Здесь все разобрано. Вот они как бы лекала. Конечно же, здесь важна технология. Там колодки и все остальное, каблуки. Но очень все подробно и детально автор разбирает, что просто не может не радовать. Даже 3D-моделирование немножко задействовано. Сумки. Как построить сумки, если кто-то занимается, например, квилтингом или делает сумочки, то вот вам идеи. Рюкзаки. Шляпки, шапки. Как правильно снимать измерения, как происходит процесс валяния. Разные фетровые. Вот прям по этапам все-все-все здесь описано. Здесь же есть выкройка перчаток. Сейчас мы дойдем. Это вот всякие кепки, которые шьются, на которые нужно делать лекала, которые не валяются. Перчатки. Разные типы. Построение кисти. Вот, пожалуйста, конструкция построения. В общем-то, реальное величину. Еще галстуки тут. А, и зонтики. И зонтики. Зонтики забыли. Пуговки тоже здесь рассказываются, как делать. А, и в этой книжке дали дополнение, но это сложно назвать аксессуарами, про собачек. Как снимать с собачек измерения, и как делать чертежики. Вот такое вот приятное, интересное дополнение. Возможно, кому-то это понадобится. Пять книжек от испанского издательства Промопресс. Все книжки на английском. И здесь приведена методика конструирования от Антонио Донана. Очень классная. Если вы уже по ней работали, напишите мне свои отзывы. Если у вас есть какие-то книжки, напишите, как они вам помогают. И если есть вопросы, вы бы хотели, чтобы я что-то рассмотрела, обязательно пишите, я это учту. Понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал, для того, чтобы не пропустить новые обзоры. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.